Что делать? Надо же детей учить кому-то и передавать знания, добро. Еще недавно Василиса Романова сидела на школьной скамье, а теперь среди лучших учителей области. Свой первый урок она провела только месяц назад. С первого дня девушка была полна решимости. Если честно, не было страшно. Я знала, что меня ждет, что мне предстоит, с каким возрастом я буду работать. Не напугали девушку и слухи о невысокой оплате учительского труда. В области сегодня делается все для того, чтобы профессия педагога была не только уважаемой, но и престижной. Регулярные надбавки, доплаты к зарплате, премии, подъемный молодым специалистам, отдых в здравницах Кузбасса и даже жилье по программе социальной ипотеки. Люди, от которых зависит будущее поколение и сами должны быть примером стабильности и успешности. Учитель выполняет самую важную работу в любом государстве, который наше будущее. А мир будущего принадлежит, конечно же, образованные люди. Ведь решение завтрашних взрослых проблем зависит в значительной мере от того, какие знания, какое воспитание получат наши дети сегодня. Профессионализм наших учителей дает реальные результаты. В этом году 117 выпускников получили 100 баллов за ЕГЭ. Этот показатель в два раза превышает среднероссийский, а своих соседей Томск и Новосибирск мы обгоняем в трижды. Но главное достижение – стабальники больше не стремятся в столицу. Учиться, а затем работать в родном городе теперь престижно. Все зависит от человека, от того, как он учится, насколько тщательно он занимается. Тем более, сегодняшняя система образования как раз-таки направлена на самообразование. Надо как-то развиваться, я думаю, ближе к дому, продвигать именно свои вузы. Мне кажется, так лучше. На Западе профессию учителя могут получить только 30% лучших выпускников. Наше образование тоже с каждым годом становится на ступень выше. Открываются новые современные школы, устанавливается цифровая техника. Но и взамен от тех, кто убирает этот непростой труд, ждут немалого – инновационного подхода к образованию и достойных воспитанников. Юлия Мелехова, Константин Червяков. Новости моего города.